Традиционно в ночь с 18 на 19 января на территории Приморского края пройдут крещенские обряды. В канун купания сотрудники МЧС провели подготовку купелей, замерили толщину льда, рассчитали количество нагрузки на него, а также обследовали сходни, подход и выход из проруби. У нас будет создано 17 купелей, где официально заявились. Что касается, больше всех, конечно, интересует вас Владивосток. У нас традиционное уже место, это где у нас моржи. Там будет организовано крещение. Также будет организовано в яхт-клубе прямо напротив Тихий океан. И на острове Русском, но подчеркиваю, 19 числа, там будет с монастыря, они определенную традицию соблюдают. Это будет небольшой крестный ход и освещение, но это будет в 12 часов, 19 числа. Все места крещенских купаний будут оборудованы теплыми палатками, где можно согреться и переодеться. Во время крещенских мероприятий на страже безопасности будут стоять спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Этим люди, которые обладают хорошим здоровьем, нелюжными силами, уподобляются Господу Иисусу Христу, который принял крещение на воде, на реке Иордан, в водах Иордана, прежде чем выйти на свое общественное служение. Но мы должны помнить, что наш дальневосточный климат и погода отличаются от климата Святой Земли, поэтому это не является обязательным условием празднования. Хотел бы акцент празднования Крещения Господня в этом году сместить на посещение богослужения, на молитву о наших родных и близких, о медиках, которые несут свою вахту в постели больных. Стоит отметить, что в нескольких регионах России, например, в Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской области и Пермском крае крещенские купания официально решили не проводить, так как в палатках с обогревом тяжело провести обеззараживание и соблюдать дистанцию. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.